добрый день сегодня у нас кофемашинка швейцарская юра импресса c5 вот это по моему редизайн даже то есть они были более старого варианта эти более но кнопка включения вот ее нажимаем пока не загорается эти индикаторы идет нагрев более старого варианта вместо буковки п тут значок включения то есть питание включение или выключение так мы основные элементы управления колесико которая вращается меняет разные пункты и в основном это у нас эспрессо двойное эспрессо американо двойной американо приготовление пара молотый кофе вот ложечка следующие потом промывка и по это настройки за откидной панелькой находится индикатор если загорается вот этот красненький индикатор надо открыть панельку и посмотреть ошибки может быть нет зерна опорожните поддон для капель вот точек для жмыха и наполните бачок водой то есть если загорелся эта полосочка надо открыть и посмотреть что здесь у вас горит это будет подсказки носик для воды регулируется мой для кофе регулируется по высоте вот а вот это как раз носик для воды он сменный бывает такой это для подачи горячей воды или же бывает вот такой это для приготовления капучино в принципе наверно его ушадить здесь регуляторы на нем регулируется нижнее горячее молоко подача пара и капучино трубочку опускаем стаканчик с молоком так ну давайте попробуем горячую воду сделать поворачиваем ручку . бежит горячего для приготовления пара выбираем тут значок пара нажимаем начинает мигать индикатор дожидаемся пока он загорится тогда когда мы повернем эту ручку из этого носика будет бежать пар с этой стороны лоточек для воды открыть карточку потянуть на себя вверх достать его наполнить водой с этой бункер зерна прикрыть пластмассовой крышечкой вот под ним регулятор помола его можно вращать в момент когда медлит кофемолк вот начал мигать индикатор то есть машинка нагрелась поворачиваем и теперь с носика бежит по если бы эта трубочка была опущена в молоко мы получили бы отсюда пену для капучино машинка кстати очень хорошо это делает все повернули в значок пара нажали еще раз машинка вернулась в обычное состояние так что у нас тут еще лоточек для молотого кофе вот давайте с него и начнем как сделать молотый кофе поворачиваем вот на молотый кофе нажимаем машинка перешла в режим молотого кофе открываем бункер насыпаем как по инструкции максимум две ложки молотого кофе и нажимаем какое мы хотим сделать нам допустим американку в нашем случае это будет ошибкой потому как пусть машинка поняла что никакой кофе загружено не было о чем она нам и высветила в индикаторе так что дальше давайте посмотрим приготовление кофе вот допустим одинарная эспрессо так машинки есть запрограммированный объем воды его можно будет поменять или же не запрограммированный объем кофе его можно менять на каждую чашку только при приготовлении вот допустим как сделать крепление кофе вот смотрите нажимаем приготовление начинает молоть один индикатор это слабое кофе два индикатора среднее кофе три индикатора это крепкая то есть вращаете эту ручку момент когда милит кофемолка все сейчас начнет бежать водичка а после этого как потухли индикаторы следующее значение это объем воды в стаканчике один индикатор то маленький объем воды 2 это средний объем воды 3 это полная чашка воды давайте 2 оставим или же опять же если нажать эту ручку можно момент приготовления остановить приготовление кофе ну такое кофе у нас получилось высокой пенкой замечательный кофе делает к машинкам и уже всегда отличались высоким качеством приготовления напитка вот объем на эспрессо или американо можно переопределить как это делается нажимаем регулятор не клацаем а нажимаем и держим вот и вот этот мигающий регулятор это как раз объем воды в чашку то есть мы выставили два значения теперь она эти два значения запомнит так небольшая поправочка все-таки как это делается так нажимаем колесико и держим начинают мигать индикаторы это мы выставляем сколько помололось кофе но она насколько я понимаю не запомнит это значение вот теперь это значение горит и мигает то есть второй раз замигал индикатор вот когда мы нажмем эту кнопочку еще раз она запомнит объем в чашке то есть допустим нам на эспрессо надо вот допустим столько все это пол стаканчика есть сейчас сделаем контрольный первый индикатор а единичкой был то есть это количество кофе на порцию так и остался вот объем воды напомню было такой она должна сейчас повторить нам этот объем вот так кофемашинка запомнила объем кофе в чашку немного про обслуживание выбрасывать жмых с поддончика то есть приподнять потянуть на себя выкинуть шайбочки вылить воду к лоточку это по сигнализации машины или я бы вам советовал раз чашек всем делать про промывки как только загорится этот индикатор надо тоже открыть этот лоточек посмотреть может быть загорелся нижний рядочек индикатора что это значит необходимость замены фильтра необходимость промывки декальцинации и необходимость промывки от кофейных масел делается в принципе как в любой кофе машинки в обычном режиме то есть вот как горят все индикаторы нажимаем и держим кнопочку допустим декальцинация нажали и держим и следим за показаниями машинки то есть загорится этот индикатор загорится этот и этот верхний означает достаньте поддончик вылить из него воду достали вылили потом надо будет наполнить бачок водой с декальцинатом наполним его и каждое свое действие подтверждать кнопочкой то есть нажатием вот этого регулятора и как у любой кофемашинки будем делать декальцинацию давайте сейчас сделаем очистку от кофейных масел принудительно подносик вот первый регулятор если он у вас горит это надо значит делать и читку кофейных масел нажимаем и держим вот замигал большой индикатор замигал лоточек поддона и замигал лоточек промывки то есть поддона что надо сделать достать поддон вылить с него воду ну как будто мы это сделали добавляем таблеточку лоточек для молотого кофе нажимаем еще раз кружочек подтверждаем свои действия вот это или звездочку нажали сейчас должна будет пройти промывка заварного блока вот пошла там